Всем большой привет! Недавно в моей коллекции появилось несколько ароматов, про которые хотела вам рассказать. Один из них это Монталь. Это удовая коллекция. Называется Красный Уд. Аромат достался мне случайно, в общем-то по ошибке. Я заказывала совсем другой аромат. Я заказывала Красный Мускус. Приехал мне Красный Уд. Я не сразу похватилась, но потом попробовала и решила оставить его себе. Аромат принадлежит парфюмеру Монталь. Это древесно-пряный аромат. Здесь Уд, перец, шафран, роза и тмин. Настоящий такой нишевый аромат. Здесь Уд, в общем-то, он такой не очень... Но он яркий, но он затихает очень быстро. Очень такой статусный, я бы сказала, шикарный, цельный аромат. И он очень хорошо шлифит. Очень красивый аромат. И на ноты, в общем-то, я его разложить не могу. Но для меня он очень благородный и очень бархатный. Почему-то у меня такие вот с ним ассоциации создаются. Ну и многие считают, что Уд любит тепло. На самом деле, наверное, это так. Единственное, что я могу сказать, с дозировкой надо быть очень аккуратной. А так очень красивый, очень цельный, действительно нишевый аромат. Ношу его, правда, редко. На работу практически не ношу. Но для меня вот такой вот достаточно праздничный. Еще раз повторюсь, бархатный, шикарный. Наверное, даже больше вечерний. Второй из Монтали, тоже это Удовая коллекция. Это уже черный Уд. Он мужской. Я бы сказала, ну, в принципе, могут носить, конечно, и женщины. Сейчас это все условности уже. Это, я бы сказала, такая более тяжелая артиллерия. Для таких вот сильных личностей он тоже, в общем-то, здесь роза, почули, мандарин и Уд. Древесно к цветочным относится этот аромат. В общем-то, роза с Удом вообще, я считаю, что это классика. Очень глубокий аромат. Очень такая темная здесь роза, я чувствую. Он тоже, я бы не сказала, что он больничный. Здесь такая стойкость запредельная у него. Если предыдущий аромат для меня – это бархатное платье, то вот этот Монтали – это для меня мужчина в кожаной куртке, наверное, такой брутальный. Даже, может быть, женщина. Но именно вот почему-то у меня ассоциация с кожаной курткой. Следующий аромат я заказывала вслепую. Я делала заказ за бодишоп по интернету и заказала вот этот аромат. Много о нем читала, слышала таких положительных отзывов. Это масляный парфюм. К слову сказать, называется он «Белый мускус». У меня этот парфюм почему-то не пошел, хотя я очень люблю мускусы. Но вот как-то почему-то он очень инородно на мне звучит. Мне не очень нравится, он меня отвлекает, он мне мешает. То есть я даже вот как-то попробовала нанести его немножко на ночь. Я ночью просыпалась с того, что вот он меня как-то очень сильно отвлекает. То есть мы с ним не очень подружились. Я ходила потом в магазин, пробовала черный, по-моему, мускус. Вот он мне больше понравился. Этот мускус, ну, немного не мое. Он такой очень синтетический. Почему он мне не пошел? Мне кажется, поэтому какая-то вот мускус какой-то вот очень синтетический. А в принципе очень качественный, тоже очень цельный парфюм. Почему-то у меня ассоциация вот с этим парфюмом, вот с кружевом. Я не знаю почему, но вот почему-то мускус и кружево. Вот у меня сегодня такие ассоциации. Следующий аромат – это эликсир Демирвелис. Это аромат Атермес. Этот аромат у меня ассоциируется с Новым Годом. Он древесно-фужерный, по-моему. Здесь в составе есть апельсин. Также здесь амбра, сандал, кетер, бобы тонка, ваниль. В общем-то здесь его тоже сложно разложить на ноты. Но для меня это почему-то запах мандаринов, запах Нового Года. Он очень красивый. Я даже сказала, подошел бы, наверное, и мужчинам. Я здесь отчетливо слышу амбру. Вообще статус, если ароматы повысить, как правило, добавляют амбру. Всегда этот аромат более становится сразу дорогим. Очень красивый аромат. Я в нем буду обязательно встречать Новый Год. Для меня это действительно праздник, зима. Летом, я думаю, конечно, он неуместен будет. А для Нового Года то, что надо. Очень люблю этот аромат. Практически перед самым Новым Годом я получила вот такой подарок от дома Мюглер. Это, так скажем, Мюглер Бокс. Это раньше Терри Мюглер, по-моему, называлась эта фирма. Сейчас называется просто Мюглер. Мне прислали пять сэмплов знаменитых ароматов. Это Эллен Инопланетянин Экстраординар. Потом просто Эллен классический. Здесь, по-моему, по 2 мл. Потом Адекалон Мюглер. Мужской Амен. И самый знаменитый, самый первый. Это Энжел Ангел от Эри Мюглер. Который, в принципе, сейчас на Новый Год сказала себе полноразмерной версией. Потому что сейчас это один из самых моих, наверное, любимых ароматов. Для меня прям вот аромат-наркозик, наверное, аромат-вселенная. И, в общем-то, хотя я могу сказать, что путь к друг другу у нас вышел в несколько лет. Наверное, от какой-то лютой ненависти. Первый раз я его попробовала летом. Это, думаю, какой-то кошмар. А сейчас вот прошли годы. И сейчас это прям один из самых моих желанных ароматов. Он очень стойк. Он живет действительно, наверное, на одежде. Он живет, наверное, неделями. Ну, я считаю, что это просто произведение искусства. И хотела вам рассказать, что вот скоро совсем, как мне рассказали, дом Этери Мюглер поставит в цветном, в гуме, такие вот аппараты для дозаправки своих флаконов. Там будут дозаправляться не все флаконы, а там, по-моему, Энжел, Элион, мужской какой-то. А вот четвертый я не знаю. Единственное, что мне сказали, что вот в Уманте он вообще снимается с производства, его больше не будет в продаже. Кстати, я этот аромат совсем почему-то не поняла. Тоже подходила к нему. Это не мое. Это соленый вот этот аромат с красной. Нет, с черной, по-моему, икрой знаменитый. Ну, я его совсем не поняла. Вот. И можно будет дозаправлять свои флакончики и на этом экономить, я так поняла, чуть ли не 50% стоимости. Вообще, считается, вот аромат Энжел вообще превосходит, по-моему, по продажам, по популярности в мире даже Шанель номер 5. То есть и каждые практически 7 секунд заполняется один флакон Энжела в мире. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok